МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! 12 декабря, понедельник, 19.15 в Якутске. Прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Сегодня в гостях у «Арена событий» министр связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия Александр Борисов. Александр Ильич, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Александр Ильич, начнем с главного, на мой взгляд. Указ главы от 2 декабря этого года. Передать Министерству связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия функции Министерству по развитию Института гражданского общества по выработке государственной политики в области средств массовой информации, телерадиовещания, информационного обмена, печати, издательской и полиграфической деятельности, распространения периодических изданий, книжной и иной печатной продукции. Извините за долгую цитату, но это вот все туда, она такая всеобъемлющая. Кстати говоря, как всеобъемлющее и само понятие государственной политики в области СМИ. Но что для вас является основой этой госполитики? И потом мы немножко шире об этом поговорим. Ну, во-первых, сегодня принято решение построить министерство, подобное по своей структуре, как в федеральных органах власти в России, также Министерство связи и массовых коммуникаций. Все полномочия как по связи, интернету, по средствам массовой информации сосредоточены в одном органе власти. И у нас вот то же самое случилось, что я считаю, что очень правильно. Конечно, основы государственной политики в области средств массовой информации, это очень емкое понятие. Это нам указывает как конституция, законы, президент Российской Федерации. Мы будем следовать всем этим законам. Другое дело, это специфика региона, специфика тех средств массовой информации, которые сегодня сосредоточены в регионах и конкретно в регионах. Каково сегодня общество, каково влияние СМИ на это общество. Запросы общества. Запросы общества. Вот как все это увязать и получить хороший результат. Вот это уже другое дело. Над этим нам всем нужно работать. А может быть не всегда надо идти за запросами общества, потому что, не всегда я подчеркиваю, это надо делать, но не всегда, потому что может быть общество запрашивает в большей степени развлекательный контент. Я и соглашусь, и нет. Сегодня вместе с интернетизацией общества, с положительными ее сторонами пришла и отрицательная сторона. Например, это восприятие какой-то сегодняшней реальности формирования мировоззрения только через интернет. Допустим, утром мы посмотрели интернет-сайты, и уже сделали для себя выводы, заключения о том, что произошло, как произошло. И особо не вдаваясь в подробности всего этого, на самом деле, как нам кажется, интернет должен давать все-таки более новостные. Человек должен новостную информацию получать в интернете. И, как мне кажется, мы должны все работать над тем, чтобы человек имел потребность с утра заглянуть в интернет-сайты. Вечером была у него потребность посмотреть телевидение, чтобы более подробно узнать, о чем утром писали интернет-сайты. А в конце недели, в четверг, в пятницу он уже должен посмотреть газеты, уже прессу, чтобы уже более подробно там в таких мелочах разбираться в том, что произошло, допустим, в течение недели. Вот. Если мы это сделаем, то мы как раз организуем нормальную связку всех средств массовой информации, всех средств распространения информации. Это интернет, это телевидение, это газеты. Вот это вот все вместе связанное мы должны построить, и тогда человек будет получать более полную реальную картину происходящих событий у нас в республике. Это целая основа программы, наверное, я могу даже так выразиться, вашей, как человека, министра связи и информационных технологий. Я, вот как я понимаю, ну можно и так сказать, да, потому что оценивая сегодняшнее общество, все-таки надо сказать, что сегодня общество у нас более активно в социальных сетях, можно иногда даже агрессивно, да, ведет себя в соцсетях, в интернете вообще, в форумах. Как нам кажется, сегодня нам нужно, во-первых, приобщить, призвать наших форумчан, граждан к какому-то более сдержанному поведению в социальных сетях. Хотя бы, знаете, к чему еще приучить? Не судить, а мыслить. Совершенно верно. Ведь в развитых странах это все уже проходили, и сегодня они ведут себя достойно, культурно, и нет такого вот иногда всплеска, грязи и так далее. И я думаю, что и мы придем к этому, но это надо подталкивать, это надо работать, и я думаю, что результаты как бы не заставят себя долго ждать. Кстати говоря, давайте все-таки больше в разрезе телевидения поговорим. Вы наверняка знаете, что НВК Саха затеяла такую большую эволюцию, собственно говоря, в развитии, переход на продюсерскую модель телевидения, и вообще поиск новых моделей, новых путей развития, совершенствования вещания своего. Вы поддерживаете эти начинания? Как они по-вашему могут развиваться? Ну, не поддерживать я просто не могу. Потому что я вижу, что сегодня национальные вещательные компании по своей технической оснащенности, даже по оснащенности кадрам, ресурсам, информационным ресурсам, которые сегодня расположены в лусах республики, является одной из ведущих компаний в Российской Федерации, региональных компаний в Российской Федерации. И, ну, есть некоторые проблемы и по контенту, и я, мы об этом будем долго говорить, но при определенной организации применении современных подходов к формированию контента, как продюсерское телевидение и вот авторское телевидение, достаточно острые политические дискуссии и так далее. Вот мы добьемся того, что компания будет все больше набирать обороты, и ее авторитет среди населения республики однозначно будет возрастать. Ну, в конце концов, задача эволюции любого средства массовой информации быть интересным для зрителей, читателя, слушателя, в конце концов. Конечно, конечно. И востребовано быть. А для этого нужны больше, наверное, там, да, и дискуссии, как вот вы правильно сказали, да, таких площадок. Я бы сказал, что сегодня средства массовой информации у нас в республике как-то, ну, достаточно радикально в противоположных позициях находится, да. И я думаю, что у нас найдутся общие темы, и я думаю, что это абсолютно сегодня реально сближение позиций по многим направлениям наших СМИ, будь это телевидение, радиовещание, газеты, интернет-СМИ, и это возможно. Это возможно, и мы будем работать над этим. Ну, это целый, это глобальный достаточно вопрос. Мы сейчас, конечно, просто его обозначили, не сумеем так его вглубь. Конечно. Да, копнуть. Два вопроса, еще у нас немножко времени осталось, но обязательно надо задать. В принципе, вот чем мне запомнился этот год? Мы все добились огромного успеха, я считаю, это возможности включения регионального канала в перечень общедоступных обязательных. Так называемый там закон о 21-й кнопке. НБК, САХА должно, собственно говоря, претендовать на эту 21-ю кнопку, безусловно, и должно быть выбрана Федеральная конкурсная комиссия, ФКК, да. Ожидаете ли вы каких-то, может быть, жестких требований со стороны Федеральной конкурсной комиссии, или все это так достаточно будет, ну, достаточно легко? Ну, Роскомнадзор в начале декабря выложил на своем сайте все условия до проведения конкурса. Мы должны до конца года уже предъявить все документы, даже копии эфира, местный Роскомнадзор. Ну, я думаю, что работа пройдет серьезная. Нужно серьезно к этой работе готовиться, но я хочу сказать, что так близко от нашей такой мечты, это попасть в перечень общественных обязательных каналов, мы еще никогда не стояли. Поэтому это нельзя упускать, это наша самая главная задача 2017 года, мы должны появиться на 21 кнопке, для этого мы должны все сделать, все правильно, чтобы мы и защититься перед Федеральной конкурсной комиссией. Да, конечно. Александр Ильич, значит, остается полтора минуточки буквально, финальный момент. 18 ноября вы встречались с Вадимом Алексеевичем Субботиным, это зам руководителя Роскомнадзора. Основной вопрос переговоров написали вы на своей странице в Facebook, организация регионального цифрового телевизионного пакета. Какие шансы у республики, есть ли они вообще? Ну, во-первых, как прошли переговоры? Есть ли шансы у республики хотя бы в пилотный проект войти с цифровым эфирным решением? Ну, Вадим Алексеевич Субботин, это заместитель, руководитель Роскомнадзора, который как раз занимается вопросами цифровизации телевидения, радиовещания. Да, мы провели переговоры, и мы расстались на очень хорошей ноте. И я думаю, что нам, ну, по крайней мере, на этом уровне будут помогать, вот, всегда легче, когда руководителей знаешь в лицо, и решать вопросы так же, ну, бывает, что это помогает. Поэтому мы имеем все шансы пройти этот конкурс, и еще раз повторяю, в феврале этот конкурс пройдет, мы до конца года должны подготовить документы. Все, Александр Ильич, времени уже катастрофически. С вами была Арена События, а в гостях был министр связи и информационных технологий Александр Борисов. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова